Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 12 главу первой Маковийской книги. При этом мы пользуемся замечательным переводом Прогинской и Шмайной-Великановой. В 12 главе продолжается описание тех грандиозных исторических событий, которым вообще посвящена Маковийская книга, военных столкновений, сражений. И мы читали о том, что вновь и вновь трон правителя Селевкинской империи является предметом раздора. Вновь и вновь появляются новые прецеденты, которые воюют и сражаются друг с другом. И вот где-то на этом плане существует Израиль, который к этому моменту добился независимости. Уже не платит ни налогов, ни каких-то податей, даний. И цари Селевкиды признают Иоаннатана. Вот сменяющиеся быстро на престоле цари, они признают Иоаннатана как первосвященника и как царя Израиля. Иоаннатана дружественного и независимого государства. И вот 12 глава. Иоаннатан понял, что время ему благоприятствует. Выбрал людей и послал их в Рим, чтобы подтвердить и возобновить дружбу с римлянами. Когда-то раньше его брат Иуда, погибший в одной из этих войн, уже пытался с римлянами создать союз военный. Римляне тогда вроде как согласились, но, видимо, для них это было незначительным происшествием. И вот так серьезно они к этому не отнеслись. И не было такого, что римские легионы защищали Иуду от тех или иных нападений, помогали ему. Да, письмо подписали, но ничего не произошло. И вот Иоаннатан считает, что нужно вновь подтвердить, перезаключить этот союз с Римом. Но не только с Римом. Кроме того, посланники были отправлены к спартанцам и в другие места. Он разослал письма о том же самом. Посланцы отправились в Рим, вошли в Совет, ну то есть в Сенат, очевидно, и сказали, первосвящение Иоаннатан и народ иудеев послали нас, чтобы возобновить дружбу и союз с ними, как прежнее. Римляне дали им подорожное письмо, чтобы их мирно припроводили в землю Иуды. И вот Иоаннатан перезаключает мирное соглашение с римлянами, но этого мало. Он настолько, как правитель Израиля, хорошо ориентируется в международной обстановке, что знает, что где-то далеко от Израиля есть государство Спарта, еще не вошедшее в состав Римской империи, независимое государство. И Иоаннатан пишет еще и спартанцам. Вот список того письма, которое Иоаннатан написал спартанцам. Первосвященник Иоаннатан, Совет старейшин, народа, священники и остальной народ иудеев приветствуют братьев-спартанцев. Очевидно, Иоаннатан, который называл себя во всех этих документах первосвященником, то есть это для него было гораздо важнее, чем то, что он правитель, царь, он правит народом именно как первосвященник. Вот очевидно, он создал какой-то Совет старейшин, может быть, то, что потом станет называться Синедрионом. И вот от имени своего, от имени Совета старейшин, от имени священников и остального народа он пишет спартанцам. Народ иудеев приветствуют братьев-спартанцев. Еще в прежние времена от Ареи, бывшего у вас царем, были посланы послания к первосвященнику Онии о том, что вы наши братья, согласно списку с того письма. И принял Ония посланца с почестями и получил письмо, в котором говорилось о союзе и дружбе. Хотя речь не идет об острой нужде, ибо опора нашей священной книги в наших руках, но все же мы решились отправить к вам посольство для возобновления братства и дружбы, чтобы не стать вам чужими. Ведь с тех пор, как вы прислали нам письмо, прошло много времени. Ну вот, Иоанн Атан пишет о том, что когда-то раньше уже был заключен союз со спартой, о дружбе, о братстве. Историки по-разному оценивают это. То ли это была такая вот дипломатическая хитрость, и впервые иудеи обращались к спарте. Ну вот, вроде как вот придумали такой вот факт, что раньше уже у нас был союз, чтобы проще с ними договориться. То ли действительно и до этого были какие-то отношения со спартанцами у представителей иудейского народа. Здесь называются конкретные имена. Но вот историки по-разному это оценивают. И вот предлагается возобновить этот союз. Вновь быть братьями и друзьями со спартой. И Иоанн Атан подчеркивает, что речь идет не об острой нужде. Не в том дело, что вот ему нужно, чтобы спартанцы немедленно прислали войско на защиту. А речь идет о возобновлении, как он говорит, братства и дружбы. Чтобы не стать чужими. Когда положено и в праздники, и в прочие знаменательные дни, мы всегда неукоснительно вспоминаем вас при жертвоприношениях и в молитвах, как должно и подобает вспоминать братьев. Мы радуемся вашей славе. А нас стеснили со всех сторон, и то и дело воевали с нами, и окрестные цари шли на нас войною. Но мы не хотели тревожить вас и прочих наших союзников и друзей из-за этих войн, потому что у нас есть помощь от неба, которая помогает нам, так что мы избавились от врагов, и враги наши были посрамлены. Но вот в этом письме два очень важных момента. Почему нет острой необходимости, что больше не будет сражений, больше не будет войн? Нет. Дело в том, что опора наша, священные книги, говорит Иоанна Танц, что за священные книги? Конечно же, это книги священного писания, те библистские книги, которые были написаны прежде. Вот что, оказывается, является опорой и вдохновением не количество воинов, не их подготовка строевая, не вооружение, а именно священные книги, именно те принципы, которые народ израильский благодаря этим священным книгам имеет. уверенность, что в израильском народе хранится истинная вера, истинного Бога, и что этот Бог — это не какое-то далекое существо, а этот Бог, который, когда к нему молятся, слышит эту молитву и отзывается на эту молитву. И вот, да, говорится об этих священных книгах, которые, оказывается, являются опорой, поэтому не так уж и нужны. Да, хорошо сделать так, что возобновить, вот если он был раньше или впервые, если его не было, вот этот союз со спартанцами, но главное не это, главное — священные книги. И враги были посрамлены. Почему? Говорит Иоанна Тана. Потому что наша помощь от неба, то есть от Бога, у Иоанна Тана, вот очень определенно есть то понимание, которое было у других маковийских братьев, у Иуда тоже, что именно в помощи от неба, от Бога является, именно в этом вот есть тайна их побед, их успеха и того, что они добились независимости. А теперь мы выбрали Нумения сына Антиоха и Антипатра, сына Ясона, и послали к римлянам, чтобы возобновить дружбу с ними и прежний союз. А еще мы поручили им отправиться к вам, приветствовать вас и вручить вам наше послание о возобновлении нашего с вами братства. Теперь мы будем рады получить ваш ответ на это. И действительно, спартанцы получили это письмо, прочитали его и написали ответ. Этот ответ тоже приводится в первой маковейской книге. Вот и список того письма, которое спартанцы послали Онии. А Рей, царь спартанцев, приветствует великого священника Онию. Было обнаружено письменное свидетельство о том, что спартанцы иудеи и братья, что они из рода Авраама. Так что теперь, когда мы узнали об этом, мы надеемся, вы напишите нам, как обстоят у вас дела. А мы, в свою очередь, напишем вам. Ваш скот и ваше имущество наше, а что есть у нас ваше. И мы поручили посланцам объявить вам об этом. Ну вот, таким образом подтверждаются союзы военные с Римом, со Спартой. Новый союз возникает, но столкновения продолжаются. Конечно, с Деметрием, с которым уже пришлось воевать, как мы читали об этом в предыдущей главе. Ионатан услышал о том, что военачальники Деметрия возвратились с еще большим войском, чем прежде, чтобы воевать против него. Он выступил из Иерусалима, не дав им войти в его страну, встретил их в области Амфитиде. Затем он послал во вражеский стан лазутчиков, которые, возвращаясь, сообщили ему, что враги готовятся напасть на них в эту ночь. И потому, когда зашло солнце, Ионатан приказал своим людям бодрствовать при оружии и готовыми к сражению в течение всей ночи быть, а вокруг поставил часовых. Противники узнали, что Ионатан со своими людьми приготовился к сражению, испугались, пали духом, оставили стан, в котором разожгли костры. А Ионатан и те, кто был с ними, не знали об их бегстве до самого утра, потому что видели горящие костры. Такая военная хитрость уходить из лагеря, уходить из стана и оставлять там костры, она, видимо, применялась довольно широко в то время. И когда-то раньше Иуда сам этим пользовался, вот он тоже оставил свой стан и разжег там костры, когда враги пришли в этот стан, то напал на них уже с тыла и врасплох. И вот теперь Ионатан попадается в такую же примерно ловушку. Враги уходят, а в стане остаются гореть костры. Затем Ионатан пустился за ними следом, но не догнал, так как они переправились через реку Элеффер. Тогда Ионатан повернул против арабов, называемых, за бадиями, разгромил их и взял их добро. Потом он снялся с Астана, пришел в Дамаск и прошел по всей земле. Симон, это брат Ионатана, тоже выступил, прошел до Аскалона и ближайших крепостей, свернул к Иопе и взял ее, ибо узнал, что эту крепость хотят сдать людям Деметрия, и он разместил там крепостную стражу, чтобы охранять город. Вот и на границах, и даже и ближе к сердцу Израиля, приходится все время сражаться, чтобы оборонять свои населенные пункты и города. Ионатан возвратился, созвал старейшин народа, вместе с ними задумал построить крепости в Иуде, поднять стены Иерусалима, отделить крепость от города высокой преградой, чтобы она стояла особняком, и чтобы бывшие в ней не могли ни купить ничего, ни продать. Они собрались, чтобы отстроить город, часть стены у сухого русского с восточной стороны обрушилась, Ионатан соорудил так называемую хафенату, а Симон отстроил Адиду в Сефеле, укрепил ее и снабдил ее воротами и засовами. Вот всякую передышку в военных столкновениях, всякую передышку в этих сражениях Ионатан и его братья используют для того, чтобы строить укрепления, чинить порушенные стены и таким образом укреплять и усиливать свои города. Между тем, Трифон рвался стать царем Асии, возложить на себя венец и посягнуть на царя Антиоха. Но он опасался, что Ионатан не допустит этого и станет воевательным, поэтому он попытался схватить Ионатана, чтобы убить его. Выступив в поход, он отправился в Бетсан. Ионатан вышел ему навстречу с сорока тысячами отборных ратников. В боевом порядке прибыл в Бетсан. Трифон увидел, что Ионатан взял с многочисленной ратией и поостерегся посягнуть на него. Он принял Ионатана с почестями, приставил его всем своим друзьям, подарил ему подарки, приказал своим друзьям и войскам слушаться его как самого себя. И сказал он Анатану, зачем ты подверг тяготам весь этот народ? Ведь война нам не грозит. Распусти их теперь по домам, а для себя отбери немногих людей, которые будут при тебе и ступай со мной в Пталимаиду. Я передам тебе ее и другие крепости, а также остальные войска и всех должностных лиц, а по возвращении отправлюсь домой. Ведь я прибыл сюда ради этого. Вот Деметрий отбит, но другой президент на престол, Трифон, тоже вот приходит с тем, чтобы убить Ионатана. Ионатан выступает ему на встречу с большим войском, с сорока тысячами людей. Но Трифон вроде как вот очень любезно и мирно, и с подарками принимает Ионатана. Говорит, распусти этих людей. И Ионатан поверил ему. Поверив ему, Ионатан сделал так, как он сказал. Распустил войска, и они отправились в земли Иуды. Он взял себе три тысячи человек, две тысячи из которых оставил в Галилее, а тысячи отправил и с ним. Но как только Ионатан вошел в Талимаиду, жители города заперли ворота, схватили его, а всех, кто вошел вместе с ними, перебили. Вот такая подлость, злодейства, коварства, обещали ему мир, должности, а на самом деле вот заманили, предложили распустить войско, заманили в ловушку и коварно убили самого Ионатана и вот тот отряд, который был в бесте с ним. Трифон пасхал войска и конницу в Галилею и на широкую равнину, чтобы истребить всех людей Ионатана. Но узнав, что Ионатан схвачен и погиб, равно как и те, кто был с ним, они приободрили друг друга и вышли сомкнутым строем, готовые к сражению. Тогда преследователи увидели, что Иудеи готовы стоять на смерть и возвратились назад. А все люди Ионатана, невредимые, пришли в землю Иуда, оплакивали Ионатана и тех, кто был с ним, и сильный страх овладел их. И плакал весь Израиль горьким плачем, а все окрестные народы старались истребить их, ибо они говорили, нет у них ни вождя, ни помощника. Так давайте нападем на них и сотрем их из памяти людской. Вот таким страшным описанием гибели Ионатана, приближенных к нему людей, заканчивается 12 глава первой Маковейской книги. Мы читали эту книгу в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет.